Песков В данном случае все поправлено. Андрей, ну вот эта комичная ситуация, вот что-то залилось, а что-то вот как раз эта поправочка, она почему-то вот не залилась как-то случайно. Бывает такое в органах госвластия или нет? В органах госвластия, ну, как видно, бывает. И не только такое. Давай так, начнем с того, что очень долгий и длительный период самоизоляции находились люди. То есть прошло с того момента, когда должны были голосовать 22 апреля, напомню, первая дата голосования, прошло почти полтора месяца. Соответственно, люди уже подзабыли вообще, о чем там речь-то, собственно говоря. Если непосредственно передатой голосования 22 апреля это очень обсуждалось широко, в частности поправки по обнулению, то сейчас, спустя полтора месяца, конечно же, подзабылось. И, наверное, расчет был на то, что подзабылось, да подзабылось. Лишний раз зачем напоминать? Ну, слушай, про всех котиков, про всех семейные ценности, все-все-все, все прямо в эфире. Границы государственные, повторюсь, и все остальное. А вот это, видимо, хотели на тот период, как ты правильно говоришь, да, что вот это как-то убрать. Ну, и вроде бы это все пройдет вот так незаметно, да, как ты считаешь? Да, именно. Ну, мое мнение, что да. И вообще пандемия очень, кстати, пришлась в власти. Почему? Потому что за счет нее они могут снизить явку. Вот многие политики, они же призывают к бойкоту, как раз-таки связан с тем, что высока вероятность заразиться на избирательных участках. Высока вероятность. Хотя власть убеждает в обратном, что все меры безопасности приняты. Но вот так, положа руку на сердце, не у власти, конечно, надо спрашивать, а у специалиста, вот к главному санитарному врачу, там, подойдите любого региона и спросите. Вот стопроцентную гарантию даешь, что при посещении избирательного участка люди не заразятся коронавирусом. Я не думаю, что большинство врачей стопроцентную гарантию даст, ну, главных санитарных врачей региона. А почему у каждого региона отдельно надо спрашивать? Объясню. В каждом регионе эпидемиологическая обстановка разная. Процент заболеваемости и динамика разная. Поэтому от региона к региону ситуация разнится. И, соответственно, так как высокие риски, то будет низкая явка. Ну, люди, ну, это все разумные. И понимаем, что посещение публично-массовых мероприятий, оно чревато. Ты пойдешь голосовать? Провокационный вопрос задаю сразу. Ну, это на самом деле такой гражданский подвиг. Гражданский подвиг. То я скорее пойду. Я скорее пойду, рискну. Я объясню, почему я пойду. Так как я прописан не в крупном городе, а прописан на сельской территории, у меня есть возможность посетить сельский избирательный участок. И там плотность населения низкая. Кстати говоря, и фальсификации чаще всего бывают именно в сельской местности. Потому что наблюдатели туда, как правило, не приезжают, не смотрят, не наблюдают. Ну, мне как специалисту будет интересно посмотреть, как это все будет вообще на селе организовано. Отсфиксирую, как будет сам процесс происходить. А что касается того, что можно ли защитить результат голосования, к чему, кстати говоря, многие призывают бойкотировать, в связи с тем, что невозможно защитить результат. И смысла в этом нет. Это лишь легитимизирует процесс. Вот тот же самый Ройзман говорит, Навальный говорит. Они все говорят, что, во-первых, пандемия, во-вторых, вы своей явкой легитимизируете процесс. Ну, в какой-то мере они правы, да. За счет явки идет легитимизация. Всегда можно сказать, что, вот, видите, пришло-то там 70%, а из них из 70% проголосовало больше 50% за поправки. То есть хорошую картинку создать, помимо того, что это на бумаге будет фиксироваться, да? Сделать хорошую картинку, дабы сделать, опять же, вброс в СМИ подконтрольный. У меня, как у специалиста, возникает вопрос, а как осуществляется контроль за голосованием? С учетом того, что голосование будет идти 7 дней. Ну, получается, 7 ночей урны для голосования будут без присмотра. Ну, на ночь наблюдатели не будут оставаться на избирании. Под нужным присмотром, Андрей, ну почему ты так говоришь? А, еще и под нужным, да, потому что свидатели проходят через определенное седро. Дай вам Бог здоровья. Они же все от общественной палаты. А общественная палата направляет не оба каких-то наблюдателей, а только тех партий, которые заключили с ней соглашение. Фальсификации, как таковые, если большое количество людей придет проголосовать, ну, к чему, допустим, КАС призывает, и массовое будет голосование, то фальсифицировать будет достаточно тяжело. И если будут фальсификации, то они вскроются. А тогда возникнет вопрос вообще к всей процедуре, к ее легитимности. А для власти очень важна легитимность. Ради этого все изотеи. Самое главное, самое главное, да. Вот смотрите, и многие говорят, там, от этого голосования ничего не зависит, потому что решение уже принято и вступило в законную силу. Ну, там, две трети субъекта, ЗАГС собрание субъектов проголосовало, значит, все хорошо. По Конституции, по действующей данный закон принят. Нет, не так. Можете, сомневающийся любой, может зайти в Консультант Плюс, открыть Конституцию, в шапку подняться там, где указано, какие поправки вступили в силу и в какой период. И вот действующие поправки, которые вносятся, вы увидите, что там написано, не вступили в законную силу. Так и написано будет. А когда вы по ссылке нажмете, почему они не вступили в законную силу, то вас выведет на статью, соответствующую закона, о вступлении в силу этих поправок, где будет указано, что они вступают в силу только после общероссийского голосования. Прекрасно, Андрей. А как же нам относиться к тому, что сейчас можно и в интернете, и в книжных магазинах купить Конституцию уже в новой редакции? Я говорю о том, что в законе написано. Еще раз, в законе написано, что пока не пройдет общероссийское голосование, эти поправки в силу не вступили. Ну, то есть какие-то издательские дома уже опередили события, да? Да, опередили, да. А, соответственно, они вступают в силу только в одном случае. Явка не важна. То есть явка по той процедуре голосования, которая в законе в этом прописана, ну, я эту процедуру голосования называю выкидышем референдума. Это не полноценный референдум, а выкидыш референдума. Да, вот по той процедуре голосования, которая в законе прописана, вступление поправок, изменение в силу, там указано, что они вступают, не привязаны к явке. То есть явка может быть там и 20%, и 10%. Сколько придет, столько придет. Но там главное условие, чтобы большинство пришедших, то есть 50 плюс 1, проголосовало за. То есть за. И если этих 50 не наберется, то есть больше будет против, то у поправки не стопит в силу. Вот и все. Поэтому любой, кто мне не верит, откройте «Консультант Плюс», посмотрите. Замечательно. Владимир Путин заявил о поддержке поправок абсолютным большинством россиян. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан. Ну вот уже заявил, Андрей, что большинство поддерживает. Ему что, бумажку на стол положили уже с какими-то конкретными процентами? Или ему дали понять, что Владимир Владимирович, не переживайте, не беспокойтесь. Уже большинство за. Социологические службы проводили исследования тот же самый ВЦИОМ, когда, ну, многие, конечно, не доверяют цифрам ВЦИОМ, но есть ЛИВАДА, и по исследованиям как ВЦИОМ, так и ЛИВАДА, да, все-таки объективно, большинство проголосуют за. Ну, там с небольшим отрывом, я сейчас на память цифры не назову, по ВЦИОМу, конечно, цифры там вообще... Прекрасно. 146 процентов, не меньше. А по ЛИВАДе близкие к объективности, ну, больше 50 точно, тоже больше 50. Это о чем говорит? Это говорит Андрей о том, что у нас телевизор качественно отработал, да? То есть у нас все это ежедневные инъекции, которые в мозги вкалывали, о том, что необходимы поправки, защищающие все и вся, хотя и без них можно было прекрасно все это выстраивать. И опуская вот этот момент об обнулении, то есть людям вдолбили в голову, что без этих поправок, ну, никак не сдвинется ничего. То есть это победа телевизора получается? Нет, не победа телевизора, это апатия людей и недоверие вообще в целом избирательной системе и процедуре. Опросы в ЦИОМа и ЛИВАДы показывают количество граждан, которые не хотят идти на голосование. В процентном соотношении 22-25%. Ну, если он говорит, что большинство за, то есть это из какого числа получается? Как он вообще это интерпретирует? Это из тех, кто придет. Из тех, кто придет, это из бюджетников, которых нагонят, ну и тех, кто придет добровольно. То есть это вовсе не значит, что большинство жителей страны, а именно имеется в виду? Абсолютно так. Это не значит, что большинство жителей за. Просто очень большой процент людей, которые разочаровались в этом всем и просто не придут. А еще среди них большинство тех, кто боится из-за пандемии, из-за пандемии не придут. Собственно говоря, этим власти, я думаю, решила воспользоваться, назначив голосование именно в тот период, когда, ну еще не все так однозначно, то ли болезнь отступила 100%, то ли еще нет, не отступила. И многие люди действительно тоже сомневаются, а в связи с этим, стоит ли посещать публично-массовые мероприятия. И это на руку властям, потому что есть часть избирателей, которые они могут мобилизировать. Ну, я не исключаю, есть объективная информация, что Кремль заинтересован в том, чтобы максимально был легитимный процесс, то есть, чтобы административный ресурс не использовать. Но у нас на местах, насколько я осведомлен, у нас на местах всегда любят перед начальством выгибаться и так далее, и будут делать все, чтобы контрольные показательные цифры, которые им тоже спускают, они бились. Поэтому административный ресурс на местах наверняка включат. Хоть им и доводят команду, что не надо этого делать, не делайте этого, но на местах будет все с точностью наоборот. Желание выслужиться и угодить, оно просто превзойдет все те риски, с которыми может быть напряжено это мероприятие. Андрей, ты довольно давно наблюдаешь за этими процессами. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, к чему такая спешка во всей этой ситуации? Есть какие-то процессы объективные, по которым власть боится, что она не сможет удержаться на Олимпе, и власть уйдет от них, перейдет в другие руки. И с этой целью была инициирована, я так считаю, это мое мнение, инициирована вся эта вакханалия с поправками в Конституцию. Мое мнение, почему так произошло, все равно о пандемии знали, знали еще с ноября месяца, может даже раньше, прошлого года. То, что об этом по телевизору заговорили в конце декабря, в начале января, более-менее, это заговорили только по телевизору. Исходя из тех рисков, скорее всего, они были оценены, в том числе экономические, на первом месте я бы поставил экономические риски, власть пришла к выводу, что ситуация будет резко ухудшаться, именно в нашей стране. И последствия будут для нее неблагоприятными. приятные. В частности, неспроста сейчас ходят постоянно разговоры о том, что будут досрочные выборы в Госдуме в этом году, в декабре. Потому что все равно все идет к тому, что из-за ухудшения экономической ситуации поведение людей будет меняться. И поведение людей будет меняться не в пользу власти. И чтобы сохранить власть, чтобы как-то устоять, вот все это, собственно говоря, и затеяно. Как ты думаешь, вот эти изменения, ну, понятное дело, все это, в общем-то, и так без должного уважения у нас власть относится к Конституции в прежней редакции. Новая редакция действительно ее как-то может защитить? Или обезопасить? Или позволит ей удерживаться у кормушки еще непродолжительное время? Надо историю смотреть. История показывает, что любые изменения перед крахом, в основном закон, они ни к чему не приводили. Все равно то, что объективно те процессы, которые запущены, формальные изменения в основном закон, они никак не могут этому воспрепятствовать. Это и поздний СССР, если мы посмотрим, когда структурная катастрофа привела к системной катастрофе, там тоже много поправок вносились в действующую Конституцию СССР и РСФСР. Там больше сотни поправок под 200 вносилось в Конституцию. Ну и что? Ну и что? Где РСФСР с 200 поправками в Конституцию? По сути, это какие-то судорожные попытки как-то удержаться, уцепиться, иметь какие-то основания для этого. Так я могу расценить. Да, ну, есть объективные вещи, вы их не остановите. Экономика от этого не перестанет падать. Все же завязано на экономику. На экономику. И я тебе что хочу сказать, что вот у нас в стране, у нас в стране каждый, фактически каждый президент или верховный правитель, который приходил, он Конституцию делал под себя, принимал новую. Ну вот, возьми Ленина, Ленина, у него своя была, у Сталина своя, там, 36-го, по-моему, у Брежнева своя, у Горбачева, ну, своей не было, но зато столько поправок в Конституцию унесли, что можно сказать, что она изменена полностью, да, своя стала. У Ельцина своя, Конституция 93-го года действующая. И вот Путин тоже решил свою получить. Ну, как же без этого, как нарушать традиции? Правильно? Редактор субтитров А.Семкин